И всем привет, с вами Росиксон. Сейчас расскажу о фьючерсной торговле на бирже CoinEx, почему я выбрал именно эту биржу, о моем опыте торговли, о потерях и ошибках, которых было довольно много. А также расскажу, как я выиграл часы Apple Watch, просто следя за соцсетями CoinEx, и как вы сможете выиграть в турнирах токены СЭД биржи CoinEx каждую неделю. Начинаем! Прежде чем рассказать о том, как торговать на фьючерсах на бирже CoinEx, как открывать ордера, как на этом заработать, я хотел бы рассказать о своем опыте в криптовалюте, и о том, как я отношусь к фьючерсам, как я открываю сделки, какие у меня были потери и успехи. Сейчас я развею некоторые мифы о фьючерсах, и расскажу об своих самых, наверное, крупных ошибках, потерях. Ну, миф это, многие говорят то, что фьючерсы, вот эти люди сидят за компьютером, делают деньги из воздуха, хотя это совсем не так. То есть во фьючерсах кто-то ставит налон, ну, то есть на рост, кто-то на падение, это все понятно. Но всегда нужно понимать то, что это игра с нулевой суммой. То есть, ваша прибыль, которую вы заработали, это чей-то убыток, и также ваш убыток, это чей-то заработок. То есть, представьте, любой, у кого есть интернет, немного денег, может зайти на фьючерсах и торговать, и мгновенно практически получать прибыль за свои действия. Может ли это быть легким занятием? Может ли тут не быть конкуренции? Нет. Тут, во-первых, очень сложно. Во-вторых, огромная конкуренция. То есть, грубо говоря, против кого вы торгуете. Вы торгуете, во-первых, против таких же людей, как вы, которые, скорее всего, будут даже умнее, против фондов, против трейдеров, которым уже опыт по 10-20 лет. И то есть, когда мы действительно начинаем это осознавать, насколько игра серьезная, мы уже по-другому воспринимаем эту игру. И то есть, нужно сразу понять то, что мы не самые умные в этой игре. А значит, мы можем ошибиться. И даже несколько раз подряд. То есть, если, грубо говоря, вы новичок, и просто меня сейчас слушаете, говорите, ну да, там есть эти фанды, да, это все сложно, но я хочу попробовать. Это ведь очень интересно, да еще и можно заработать, да еще и зарабатывать на постоянной основе. Поэтому первое и самое главное, начинаете торговать с очень малых сумм, 10 долларов, 12 долларов, буквально, чтобы тестировать свои стратегии. И если вы будете ошибаться, то терять, скажем так, малые суммы. И самое главное, это как вы будете совершать сделки, на какие суммы. То есть, грубо говоря, вы можете сделать пару сделок, вам может просто повезти, ну потому что шанс, грубо говоря, 50 на 50, то вы можете возомнить себя суперкрутым трейдером. Хотя это будет совсем не так. Как лично несколько моих друзей распределяет свой банк в сделке, каждая сделка, которую они открывают, она менее чем 1 сотая банка. То есть, они могут 100 раз подряд ошибиться, то есть полностью. Сделка не прошла. И у них все еще останется какие-то деньги для торгов. И да, тут огромная конкуренция. Если вы еще не знали, то большинство теряет деньги на фьючерсах. Как и везде в жизни, как на фондовом рынке, большинство инвесторов теряет, так и в жизни. Не все успешны. Только меньшинство зарабатывает и живет лучше других. И на фьючерсах все так же. Сейчас же я расскажу о своем опыте торгов фьючерсов, как я торговал 2 года назад, как я торгую сейчас, и о моих основных ошибках. Ну, начнем с того, что я в крипте 2020 года покупал BNB по 30 баксов, даже меньше, эфир по 200. Ну и тогда, в общем, все было примерно так. Я закупил BNB, эфиры, еще там чего-то. И смотрю, есть фьючерсы. У меня, в общем-то, были неплохие деньги на тот момент. Скажу так, более 1000 долларов я выделил на фьючерсную торговлю. Притом, учитывая, что я вообще никогда до этого не торговал, это было максимально рискованно на тот момент. Это уже ошибка, то, что я выделил довольно большие средства, когда я, в общем-то, торговать не умею и вообще торгую первый раз. Далее, еще одна ошибка. Ладно бы я открывал, вот у меня 1000 долларов, а я бы открывал сделки на 10, ну на 100 долларов максимум. А нет, я открывал сделки сразу на 500 долларов и выше, чуть ли не на весь свой банк. И то есть, грубо говоря, несколько раз мне ошибиться, и я уже могу потерять все свои средства, которые я завел на фьючерсный счет. Но новичкам везет. Тогда все росло. В общем-то, биток был, ну, когда я уже начал торговать на фьючерсах, это было после моих инвестиций в крипту, то есть, там на несколько месяцев биток уже был рядом с АТХ, и, в общем-то, все альты росли. И можно было просто поставить любой альт в лонг и на этом заработать. В общем-то, я что-то подобное сделал, поставил в лонг там с каким-то плечом, просыпаюсь, плюс 700 долларов. И просто понимаю то, что я лучший трейдер в мире, раз я так умею. И, в общем-то, я открыл еще пару сделок, они были такие средние, то ли я их закрыл там в минус 50 баксов. Ну, в общем-то, все шло примерно нормально. И тут я решаю открыть сделку чуть ли не на весь свой банк, при том, в нескольких альткоинов. Я тогда их решил зашортить. Я подумал, ну, они выросли, куда еще расти? И, как вы понимаете, все дальше продолжало расти. И меня ликвидировало, насколько я помню, ну, на крупную сумму, там, более чем 2000 долларов. И тогда я уже понял, что я что-то делаю не так, и нужно как-то изучать этот рынок. Ликвидация, это, если что, полная потеря средств, которые вы использовали на фьючерсе. И давайте еще раз проанализируем мои ошибки. Это я вошел довольно с большой суммой в сравнении с общими моими средствами. особенно учитывая то, что я новичок, то есть я вообще не понимаю, что тут да как происходит. Второе, то, что я вообще не использовал риск-менеджмент. У меня практически все мои сделки были на крупный процент от моих средств, которые были на фьючерсах. Также я использовал, ну, это как бы и плюс и минус, я использовал малые плечи, там, от 1 до 3, но даже их не хватило для ликвидации. Некоторые, даже я использовал плечи, это там, десятые, в общем-то, использовать большие плечи, это вообще плохо. Как я считаю, а именно, плохо для кого? Для новичков. А, и еще, пока не забыл, еще одна ошибка. Это примитивный анализ ситуации. То есть, тут левый-правый треугольник, значит, пойдет вверх. Как мы понимаем, рынок совсем другой, никто точно не знает, что будет с рынком, и, как бы так, предсказать его легко нельзя. И вообще нельзя предсказать, даже сложно. То есть, грубо говоря, открытие фьючерсных сделок по какому-то пустяковому поводу. Ну, то есть, грубо говоря, когда вы ни с того ни с чего решаете открыть лонг по битку. Хотя, так сказать, предпосылок к этому нет. А может быть, они есть, но они довольно поверхностные, и не отражают полной картины. Теперь, как же я сейчас торгую фьючерсами, и чему я пришел, в общем-то, за два года. Фьючерсы – это отличный инструмент, но для того человека, который умеет с ним обращаться. А именно, я фьючерсами пользуюсь редко, и считаю, что чем меньше сделать на фьючерсах, тем лучше, но они должны быть очень качественными. То есть, как мой друг любит говорить, сумму побольше, плечо поменьше, что я для себя выбрал еще раз на фьючерсах. Ну, это когда я шорчу какие-то монеты, которые, по моему мнению, субъективному, могут упасть, потому что они довольно сильно выросли за короткий промежуток времени, например, на какой-то новости. В общем-то, как я уже сказал, то, что количество своих сделок в год я сделал практически минимальное, но плюс-минус с большими суммами, плюс-минус с малым плечом, это 1, 2, 3, ну, это максимум. Притом, они плюс-минус такие, бывают и по 5 дней, бывают и больше открытым. То есть, примерно вот так я отношусь к фьючерсам. Иногда спекулирую на новостях, также с малым плечом. Иногда как-то фундаментально пытаюсь что-то анализировать или шортить или лонговать рынок. Вот такое вот было вступление. Сейчас мы находимся на сайте биржи CoinEx. Сейчас расскажу, как торговать фьючерсами на этой бирже. Как найти CoinEx? Просто в гугле вбивайте CoinEx или в Яндексе, но вы также сможете зайти и зарегистрироваться по ссылочке в описании и получить хорошую вечную скидку на торговые комиссии. Так, прежде чем рассказать далее, ну, немного расскажу о бирже CoinEx. Она входит в топ лучших бирж мира на CoinMarketCap. стабильное количество объема торгов, то есть, есть ликвидность. Если у вас крупные суммы, то вы сможете здесь торговать, продавать большое количество биткоинов. И самое главное, многие сейчас задают вопросы, а вот, кто-то будет ограничений, например, Binance свои ограничения. Нельзя более 10 тысяч евро на счету держать. У CoinEx же нет никаких ограничений, потому что их юрисдикция позволяет их не делать. В общем, биржа работает уже давно, у нее крутые инвесторы, биржа развивается постоянно, добавляются новые проверенные торговые пары. И пока не забыл, также биржа развивается, у нее очень много всяких конкурсов, активностей, на которых вы можете заработать как для трейдеров, так и для творческих личностей, так и даже для новичков. Подписывайтесь на соцсети CoinEx ВКонтакте, в Телеграме и следите, например, где выигрывал я. Был конкурс рисунков, я занял второе место и выиграл 200 долларов. Еще, каждую неделю у CoinEx в Телеграме они в новостях говорят о том, что будет интересный тест и первые 15 человек получат внутренний токен сет примерно на 500 рублей. Участников около 50 каждый раз, то есть шансы выиграть есть, учитывая то, что 15 победителей, поэтому я всем советую подписаться по ссылочкам в описании и участвовать, потому что действительно можно научиться чему-то новому и также выиграть токены сет. Все, мы зарегистрировались на CoinEx, закинули деньги, как нам удобно, я лично использую ТРХ, просто потому что маленькая комиссия, да и я уже привык. Вот мы зашли на фьючерсы и мы видим множество пар Биткоин, Эфириум, Ваныш, Эйф, Алга и так далее. И мы также рядом с ними выбираем, то есть Биткоин к ХИСДТ, видим, видим цену 20905 долларов, объем за 24 часа, 195 миллионов долларов, довольно весомо, и такую 100Х, что же это значит? 100Х это значит до сотого плеча. Давайте еще раз разберемся, что такое плечи. То есть, грубо говоря, когда вы торгуете на споте, вы используете плечо 1. Например, выросло на 20%, значит у вас прибыль 20%. Так же и на фьючерсах. Чем выше плечо, тем выше вас риск, но и тем выше ваша прибыль. Например, я поставил лонг биткоина с плечом 2. Биткоин вырос на 5%, но так как у меня плечо 2, то получается у меня прибыль, ну грубо говоря, 10%. Как я уже говорил, плечо вы выбираете исходя из своей стратегии. Например, у меня плюс-минус сделки могут долго быть, поэтому у меня плечо мало, и я могу подождать волатильности. А скажем, некоторые мои знакомые, которые торгуют, грубо говоря, поминутно, то есть они могут открыть сделку и закрыть ее буквально через 5 минут, они используют высокие плечи. Но давайте представим, волатильность рынка, ну допустим, за один 10%, а если у вас плечо 10%, то тогда получается, если вы неправильно сделали сделку, ну то есть вы, например, поставили на лонг с плечом 10%, а оно упало на 10%, значит, у вас будет минус 100%. Также еще бывают разные типы моржи. Это изолированная моржа и кросс-моржа. А, и также, пока я не забыл, я могу совершать, ну, некоторые ошибки, если что, вы можете в комментариях мне указать на них, я попытаюсь их исправить в будущем, и я делаю некоторые упрощения, то есть я могу как-то сказать по-простому, а на самом деле это будет просто более сложно, потому что так мне придется очень долгое видео делать, а я хочу сделать и плюс-минус быстрое, и осветить все аспекты. Ну, то есть, грубо говоря, изолированная это вы входите в сделку, скажем, с 10 долларами, значит, вы сможете потерять 10 долларов, а кросс-моржа, это значит, то, что весь у вас баланс на фьючерном счете участвует в сделке, и в теории вы сможете потерять все, что на фьючерном балансе. также слева внизу мы видим историю сделок, тут у нас посередине график, например, вот сейчас у меня график 1-inch USDT, сейчас курс 1-inch 0,72 доллара, изменение за 24 часа плюс 7%, то есть, даже если бы вы использовали плечо 1, и вы торговали бы в лонг, то у вас было бы плюс 7%, а если бы плечо 5, например, то это было бы плюс 35% за день. Также мы можем посмотреть 24-часовой максимум, например, 1-inch это 0,75 доллара, а минимум 0,06 доллара, и все эти цифры мы можем использовать, а как именно, сейчас подойдем к этому. Внизу у нас есть лимитный рыночный стоп-лимитный стоп-маркет ордера, например, я хочу открыть лонг, но понимаю то, что, как мне кажется, цена сейчас слишком высокая, а я думаю, я бы открыл лонг на 0,65 когда будет 1-inch, так и можно сделать, мы просто ставим цена в 1-inch 0,65 сумму сколько именно, и то есть когда цена дойдет до этого момента, то у вас откроется лонг на ту сумму, которую вы поставили, и кстати, если вы, скажем так, очень маленькую цифру поставите, ну число, то есть, например, 1-inch по 1-cent, тогда вы поставите лонг, до такого числа 1-inch может и не дойти вообще в будущем, а ордер у вас будет стоять, поэтому, ну стоит, так сказать, разумно подходить к этому. Что же такое рыночный ордер, грубо говоря? Ну вот вы сейчас понимаете, вышла какая-то новость про 1-inch, они там что-то запускают, а новость прям супер бомбовая, значит нужно лонговать, вы предполагаете, и открываете лонг рыночным ордером, то есть, грубо говоря, по рынку, то есть не вы задаете цену, когда будете открывать лонг, как, например, в лимитном ордере, а просто по рынку открываете, то есть, чтоб лонг был, вот по цене, которая сейчас, или, например, вот у вас была какая-то позиция, и вы решаете, ну у вас какая-то прибыль там, но вы не поставили, что пока что просто у вас есть позиция плюс 10% прибыли, и видите, что-то идет не то, биткоин падает, и вы закрываете ее по рынку, то есть разобрались, лимитный ордер, это когда мы открываем или закрываем позицию по какой-то определенной цене, рыночный, это же все по рынку, кстати, небольшое уточнение, например, если вы будете большую позицию по рынку закрывать, то вы сами сможете повлиять как-то на рынок, поэтому нужно быть аккуратным, что же такое рыночный ордер, грубо говоря, ну вот вы сейчас понимаете, вышла какая-то новость про 1-1, они там что-то запускают, а новость прям супер бомбовая, значит нужно лонговать, вы предполагаете, и открываете лонг рыночным ордером, то есть, грубо говоря, по рынку, то есть, не вы задаете цену, когда будете открывать лонг, как, например, в лимитном ордере, а просто по рынку открываете, то есть, чтобы лонг был по цене, которая сейчас, или, например, вот у вас была какая-то позиция, и вы решаете, ну у вас какая-то прибыль там, но вы не поставили, что пока что просто у вас есть позиция плюс 10% прибыли, и видите, что-то идет не то, биткоин падает, и вы закрываете ее по рынку, то есть, разобрались, лимитный ордер, это когда мы открываем или закрываем позицию По какой-то определенной цене Рыночная, это же все по рынку Кстати, небольшое уточнение Например, если вы будете Большую позицию по рынку закрывать То вы сами сможете повлиять как-то на рынок Поэтому нужно быть аккуратным Также, прежде чем торговать Скажем, 1-inch Вы должны посмотреть, а как он в теории В прошлый раз торговался Может быть, это очень сильные монеты Которые очень волатильные И просто, грубо говоря, если вы обычно Скажем, на биткоине используете 15-е плечо То тут такое точно не подойдет То есть, всегда нужно изучать монету Прежде чем ей торговать Не только, что за монета 1-inch Зачем она нужна А еще и ее поведение на рынке Например, вот простой пример Бывают монеты, которые Скажем, биткоин вырос на 1% Они растут на 5% А бывают монеты, которые растут на 3% То есть, это тоже нужно учитывать Также, внизу мы можем видеть Текущие позиции, которые открыты Их, кстати, у нас может быть открыто несколько То есть, мы можем Скажем так, лонг открыть и по биткоину И по эфириуму Также у нас есть история Наших сделок Мы можем посмотреть, проанализировать Например, это очень важный факт То, что, чтобы, как бы сказать, развиваться Вы должны учитывать свои ошибки Наблюдать за своими прошлыми сделками И смотреть, что вы сделали правильно Что неправильно Что же такое рыночный ордер, грубо говоря Ну вот, вы сейчас понимаете Вышла какая-то новость про 1-inch Они там что-то запускают А новость прям супер бомбовая Значит, нужно лонговать, вы предполагаете И открываете лонг рыночным ордером То есть, грубо говоря, по рынку То есть, не вы задаете цену Когда будете открывать лонг Как, например, в лимитном ордере А просто по рынку открываете То есть, чтобы лонг был По цене, которая сейчас Или, например, вот у вас была какая-то позиция И вы решаете Ну, у вас какая-то прибыль там Но вы не поставили Что пока что Просто у вас есть позиция Плюс 10% прибыли И видите, что-то идет не то Биткоин падает И вы закрываете ее по рынку То есть, разобрались Лимитный ордер Это когда мы открываем Или закрываем позицию По какой-то определенной цене А рыночная Это же все по рынку Кстати, небольшое уточнение Например, если вы будете Большую позицию по рынку закрывать То вы сами сможете повлиять Как-то на рынок Поэтому нужно быть аккуратным Теперь расскажу о простейшей стратегии Ну, которую Скажем так Даже не стратегии А просто для примера Как некоторые люди торгуют Вот они смотрят Контракты слева Их тут огромное количество Смотрят по объему Какие больше торгуются И смотрят Тут можно поставить Фильтр изменения за 24 часа И сейчас, например Токен UFI-QSDT Вырос на 44% Довольно много, честно сказать И вы можете подумать А если он сейчас вырос То я думаю Он сможет скорректироваться И я поставлю на него шорт То есть у вас может быть Такая стратегия Как, например Даже плюс-минус новичок Сможет заработать На фьючерсах Вы берете Подписывайтесь на 50 твиттеров Не знаю На твиттеры проектов На твиттеры крупных бирж И смотрите Например UFI-QSDT Такая старая монетка Ну как старая Уже 2 года Или даже больше И вы подписались на бирж Подписались на компании В твиттере И видите Какая-то новость Например Вот этот UFI Листится на бирже Например Coinnex А листинг на бирже Это всегда Положительный результат То есть Это всегда положительное действие И вы берете И ставите лонг на UFI Вот примерно так То есть Разные могут быть стратегии Может быть вообще Вы по техническому анализу Как-то смотря на график Понимаете Куда он пойдет Хотя сразу скажу Своё мнение об этом Мне кажется Это частично возможно Технический анализ работает Но только частично Нельзя сказать точно Куда пойдет цена А просто можно сказать Ну Скажем так Оно выросло настолько Значит в теории Оно может упасть До скольки-то Что же такое Рыночный ордер Грубо говоря Ну вот вы сейчас понимаете Вышла какая-то новость Про 1 ночь Они там что-то запускают А новость прям Супер бомбовая Значит нужно Лонговать Вы предполагаете И открываете Лонг Рыночным ордером То есть грубо говоря По рынку То есть не вы Задаете цену Когда будете открывать Лонг Как например В лимитном ордере А просто по рынку Открываете То есть Чтоб лонг был Вот по цене Которая сейчас Или например Вот у вас Была какая-то позиция И вы решаете Ну у вас какая-то прибыль Там Но вы не поставили Что пока что Просто у вас есть позиция Плюс 10% прибыли И видите Что-то идет не то Биткоин падает И вы закрываете Ее по рынку То есть разобрались Лимитный ордер Это когда мы открываем Или закрываем Позицию По какой-то Определенной цене Рыночная Это же все По рынку Кстати Небольшое уточнение Например Если вы будете Большую позицию По рынку Закрывать То вы сами Сможете повлиять Как-то на рынок Поэтому нужно Быть аккуратным Теперь давайте Подведем итоги Мы поняли Как торговать Фичерсами На бирже Коинекс Мы посмотрели Что у нас есть Огромное количество пар У нас есть разные плечи Разные типы ордеров Мы можем ставить Как на рост рынка Так и на падение Сразу одной монеты Или нескольких Мы поняли То что Нужно очень аккуратно Относиться к фичерсам Торговать на Малый процент От своего депозита В одной сделке Это очень важно У вас может быть Депозит на 100 долларов И вы подумаете Ну 100 долларов Это же мало для меня Но нет Вы должны именно На малый процент От вашей суммы Торговать Но даже если у вас Миллионы долларов Не надо так сказать Как я Начинать с 1000 долларов Когда вы новичок Потому что С высокой долей вероятностью Вы сразу Их потеряете Также Вы сможете задавать Все интересующие Вас вопросы В комментариях Я попытаюсь ответить В чате Коинекс Спасибо админам Всегда мне помогает Отвечает На вопросы Участвовать В конкурсах От биржи Коинекс Торговать На бирже Коинекс Регистрироваться По ссылке В описании Потому что там У вас будет Торговая Скидка В общем Примерно так И также буду благодарен За конструктивную Критику в комментариях Или что бы вы Изменили Добавили В общем Удачи Будьте аккуратны